книга открытым оком тема священства том 5 вопрос 1436 когда видишь вопиющие беззакония священников то если об этом не знать один грех а когда знаешь и видишь что от этого другие души гибнут то стоит ли об этом говорить принимать какие-то меры но тогда тебе постоянно подсовывают не судите вроде бы мы можем подправлять друг друга а священники и тем более архиерей не из этой породы и к ним с этим нельзя подходить мы между собой братья они нечто иное высшее над нами так ли это отвечает игнари тихонович лапкин во всем нужна мера и чинность иначе будет невоздержание и бесчиния сначала точно узнать личный ли это грех допустим пьянство или прелюбодеяние тогда по инстанции через архиерея добиться убрать этого мертвеца но когда такое деятель не по писанию ведет свою паству то тут и ждать нечего а прямо этому греху и противостать причем тут не судите когда этот грех уже осужден языки для 33 8 когда я скажу беззаконнику беззаконник ты смерти умрешь а ты не будешь ничего говорить чтобы предостеречь беззаконника от пути его то беззаконник тот умрет за грех свой но кровь его взыщу от руки твоей по чувству любви мы просто обязаны позаботиться о наших пастырях чтобы их не заносило и они не погибли бы в библии самые грозные слова сказаны о пастырях какого бы ранга и возраста они не были они будут отвечать не только за себя но и за посолных и языки 34 10 так говорит господь бог вот я на пастырь и взыщу овец моих от руки их и не дам им более пасти овец и не будут более пастырь и пасти самих себя и исторгну овец моих из челюсти их и не будут они пищу их христос всех своих учеников назвал братьями матфея 23 8 а вы не называйтесь учителями ибо один у вас учитель христос все живые братья деяния 15 36 по некотором времени павел сказал в арнаве пойдем опять посетим братьев наших по всем городам в которых мы проповедовали слово господня как они живут второе петра 3 15 и долготерпение господа нашего почитайте спасением как и возлюбленный брат наш павел по данной ему премудрости написал вам филимона 1 1 павел узник иисуса христа и тимофей брат филимону возлюбленному и сотруднику нашему слово брат встречается во всей библии тысяча десять раз и всегда смысл один мы родные мы единокровные мы имеем одного отца и общаясь к создателю отче наш мы этим самым показываем свое сыновство одному и тому же богу господу и к епископу и патриарху мы можем обращаться не святейший а просто брат патриарх лавр брат митрополит и евтихий